Всем привет, дорогие любимые, самые лучшие мои подписчики и гости канала. Добро пожаловать на канал Ольга с Ким Мукбанг. Мохнатый артист вас тоже приветствует. А кушаем мы сегодня вот такие аппетитные, замечательные осетинские пироги. Ох, мне уже не терпится попробовать. Также у меня на столе сегодня кимчи по-южнокорейски. Вот так это выглядит. И запиваю все зеленым чаем. Ну что ж, давайте пробовать. Посмотрите, как пирог выглядит в разрезе. Очень аппетитный и очень вкусный пирог. Слушайте, прям ностальгия у меня. А знаете, с чем у меня ассоциируются осетинские пироги? С билайном. По-моему, домашние даже вкуснее, потому что сливочного масла я не пожалела. Нежное-нежное тесто, мягчайшее просто. И очень сливочный вкус у пирога. Объедение. Ну так вот, в билайне, когда мы работали, что бы у кого не произошло, какое событие бы не произошло, я не знаю, может быть тогда мода просто была на эти осетинские пироги. У нас девочки все заказывали осетинские пироги. Будь то день рождения, когда приезжаешь из отпуска, обязательно почему-то была традиция у нас проставляться. и все время заказывали осетинские пироги. Но заказывали их с разными вкусами. Но больше всего запомнился именно с картофелем и сыром. Наверное, потому что чаще всего их заказывали именно. Мы когда работали в билайне, у нас было восемь направлений, групп так называемых. У каждого своя начальница. Но когда у кого-то день рождения, какой же мягкое. Тесто очень-очень-очень нежное и мягкое. Но когда у кого-то день рождения, тогда на всю службу телепродаж, я работала в телепродажах, именинник отправлял письмо, что типа от друзья, у меня сегодня день рождения. Приходите во второе направление угощаться. В пятое направление угощаться. Я работала во втором направлении. И мы примерно с обеденного времени накрывали столы. И до вечера, пока не уходили с работы домой уже, стол был накрыт. То есть полдня на работе принимали гостей мы. Ну как, например, если, например, девочка из первого направления написала, что у нее день рождения, то мы, девочки из второго направления, вместе со своей начальницей скидывались там символической суммой на какой-нибудь подарок или конверт складывали и шли толпой. То есть не так, что каждые там 10 минут приходят разные люди по одиночке. Нет. Пришли там девочки, там 3-4 девочки собрались, пришли с третьего направления к девочке поздравлять с днем рождения в первое направление. Мы там собрались тоже со второго направления и шли толпой, ну там несколько человек поздравлять девочку из первого направления. И вот так все друг к другу ходили. У нас как семья была, знаете, вот мы с девочками, семья, которая полдня принимает гостей. То есть когда приходят гости, не только именинница принимает гостей, а все, кто в этом направлении живет, принимают гостей. Выпивают, поздравляют, угощают. Угощают. Если у меня день рождения, то девочки из моего направления помогают там где-то что-то доложить, долить, подлить, поднести. и так полдня. И вот мы все обязательно, и кому бы ты не пошел на день рождения, у всех почему-то эти осетинские пироги были. Не знаю, это был далекий 2009, наверное, год. Может, тогда мода была на эти пироги. Как-то одно время на пиццу была мода, да? Ну и сейчас тоже на пиццу сохраняется. Вон у Алексея, как ни мероприятие, если кто-нибудь проставляется, тоже пицца. Очень вкусно. Обалденно вкусно. Сливочный такой вкус. И масло свое дело сделала, и сыр сливочный вкус дал пирогам. Мм. Близко не подношу, чтобы там амина не активизировалась. Симка. Хватит прятаться. Мм. 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 Что-то мне Олечка Шафранская пишет. Красный платок. Не могу найти красный платок. Найду, обязательно привяжу. Не знаю, с какой целью. Олечка Шафранская просит привязать Тимонику красный платок. Может, чтобы его лучше было видно. Да, Тимошка? А когда человек приезжает из отпуска, то всем своим коллегам, кто вместе с ним в одном направлении, нужно было привезти презент. То есть, ты, например, в отпуск уехал и думаешь, мне надо Ольге привезти магнитик. Ирине привезти магнитик. А, например, начальнице Лени привезти какую-нибудь керамическую тарелку. Что-нибудь такое посущественнее. у меня тоже на холодильнике привезенные девочками из разных стран магнитики висят. Знаете, тоже как приятно. давно уже не работаю. Например, на холодильнике висит Ольгин магнит. Или там где-то в ручках и в карандашах. Из Таиланда мне коллега Марина привозила карандаш. на ветке от дерева срезали кору, написали Таиланд и вставили внутрь грифель синего цвета карандаш. такой. Тоже в качестве памяти осталось до сих пор у меня где-то лежит. вообще очень были интересные веселые времена. И я вам более того скажу. Буквально недели две назад мне звонили из Билайна и приглашали на работу. Мне прям и хотелось и не моглось и Ютуб жалко бросить. Работу неплохую предлагали. Зарплату неплохую предлагали. Но я пока отказала. Пока все-таки в пользу Ютьюба. Мой выбор. Бал. Ой, как вкусно. Оторваться не могу, друзья. не знаю. Может быть когда-нибудь просмотры упали на Ютьюбе. И может быть иногда возникает мысль разумнее было все-таки выйти в Билайн и обратно вернуться. потому потому что знаете вот так стараешься стараешься на Ютьюбе. А из 116 тысяч подписчиков 2500 просмотров. Блин, думаешь, ну что я делаю не так. Смотришь на других блогеров, хотя знаете мозголомы, толмачи категорически не рекомендуют смотреть на других блогеров. потому что чем больше ты себя сравниваешь, тем быстрее ты сгоришь на Ютьюбе. Ну естественно вследствие этого сгорания идет то, что блогер бросает канал. Вот я стараюсь конечно не сравнивать, но не получается, понимаете? Все равно так не получается. Не знаю, посмотрим. Пока работаю на Ютьюбе. Пока Надежда еще не умирает. кимчи обалденная просто. Оно еще и способствует что аппетит разыгрывается. вот вот как-то так, друзья, так что посижу еще с полгодика на Ютьюбе. не с полгодика наверное до сентября. Если не начну зарабатывать достойных денег, пойду работать в Билайн. знаете, тоже очень долго думала, но в Билайне все-таки стабильность, да? Работа по трудовой. Но ты привязан к работодателю с понедельника по пятницу с 9 до 18.00. На дорогу, учитывая, что мы живем в Московской области, минимум надо закладывать туда и обратно 3-4 часа. Ой, что-то я уже объелась. Так вкусно, друзья, однозначно рекомендую на 100%. Просто не пожалеете. Очень вкусно, очень нежное тесто, прям вот тает во рту. Сливочный вкус, обалденный вкус. Посмотрите, сколько я смолотила. Да, мне будут писать полухейтеры, что я обжора. Ну, что есть, то есть, как я писала уже в ответ этим полухейтерам, зато я выключу в камеру, не кушаю практически ничего. Вот как-то так, друзья. Ну что ж, друзья, пока я с вами общалась, я уже наелась, буду заканчивать свое видео. Если видео понравилось, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о моих новых видео. Пишите комментарии, мне очень приятно с вами общаться. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. Всех очень сильно ценю, люблю и уважаю. А также всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся завтра. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok